Добрый день, дорогие друзья! Вот пронзительное и искреннее письмо. Я зачитаю из него несколько строк. Кто же я в конце концов? Коммунист, революционер или же политический шантажист, авантюрист и провокатор? Контрреволюционер? Я перебираю сейчас в голове свое прошлое и вижу, что я был революционером, был коммунистом. Да, я был революционером, но революционером рабом. У меня были мысли, были чувства, но не всегда было достаточно воли. Всю жизнь я стремился к свободе, но всю жизнь я чувствовал себя рабом. Я чувствовал себя свободным лишь во время октября и в первые годы революции. И дальше автор отчаянно заявляет, буквально кричит, но я не могу быть рабом. Я хочу остаться и умереть революционером. Эти строки написаны очень известным в свое время большевиком Мирсаидом Султан-Галиевым и адресованы недавним близким коллегам, высшему руководству страны, вождям большевистской партии. В том числе и это особо указано автором письма Сталину и Троцкому. Письмо датировано маем 1923 года. Султан-Галиев написал его сразу после своего исключения из партии и ареста по надуманному обвинению. Инициатором же сфабрикованного дела был лично Сталин. Опальный вождь Октябрьской революции Лев Троцкий, вынужденный позже бежать из страны, так вспоминает о Султан-Галиеве. Он передает разговор с одним из ближайших соратников Ленина, Левом Каменевым. «Помните арест Султан-Галиева в 1923 году?» — говорит Каменев. Это был первый арест видного члена партии, произведенный по инициативе Сталина. «Мы и Зиновьям несчастью дали свое согласие. С того времени Сталин, как бы лизнул крови, горько признается Каменев-Троцкому». Ленинская гвардия, дав отмашку на арест и исключение из партии Султан-Галиева, по существу, дала добро и на свое последующее уничтожение, и очень скоро приказала долго жить. Пройдет всего несколько лет и Троцкий, и Каменев, и Зиновьев, и Бухарин. Весь цвет большевистской партии будет Сталином ликвидирован. Добавлю, что, пожалуй, Султан-Галиева особенно активно начался процесс наклеивания ярлыков на оппозицию внутри партии. Обвинение в Султан-Галиевщине становилось приговором. Конвейер уничтожающих и уничижающих ярлыков был запущен и практически не простаивал всю советскую эпоху. Итак, кем же был Мисайд Султан-Галиев? Правая рука Сталина в первые послереволюционные годы. Участник создания союзных и автономных республик. Очень интересный мыслитель, идеи которого часто не укладывались в узкую партийную доктрину. К его мнению прислушался сам ворс мирового пролетариата Владимир Членин. Будущий революционер родился 12 июля 1892 года в Уфимской губернии, в татарской учительской семье. В детстве прочел всю библиотеку отца, почти всех русских классиков. Занимался самообразованием, учился в новометодной джадидской школе. Напомню, что джадиды выступали за кардинальную реформу исламского образования, широкое изучение светских наук. Так формировался человек, открытый всему новому, сторонник сближения и взаимопроникновения русской и татарской культур. Позже, учась в татарской учительской школе в Казани, умный, пытливый юноша уже живо интересуется политикой. Он писал, что получил в Казани первые уроки социализма. Перед Первой мировой войной он работает в Баку журналистом, тесно общается с татарами-рабочими, жившими в Закавказье. Здесь он становится уже убежденным социалистом. И здесь же в Баку впервые слышит о профессиональном революционере Кобе, будущем Сталине, с которым вскоре его свяжет судьба. В период грянувших революционных потрясений Мерсоид Султан-Галиев практически всегда оказывается в самой гуще событий. В апреле 1917 года он уже в Москве, где участвует в Первом съезде мусульман России. Делегаты съезда обсуждают перспективы страны и принимают резолюцию. В ней говорится, что Россия должна стать демократической республикой, а строится по национально-федеративному принципу. Султан-Галиева избирают секретарем исполкома Всероссийского мусульманского совета. Здесь же на съезде состоялось важное для его будущей судьбы знакомство с исламским марксистом из Казани, Мулануром Вахитовым. Поддавшись уговорам последнего, Султан-Галиев переезжает в Казань и становится заместителем Вахитова в мусульманском социалистическом комитете. В Казани превращение Султана Галиева из мусульманского социалиста в пламенного марксиста происходит стремительно. Уже через пару месяцев он вступает в большевистскую партию. В декабре 1917 года он так объясняет свой выбор. «Меня влечет к ним, то есть к большевикам, любовь к моему народу, которая неотъемлемо сидит во мне. Лишь они прекратили войну. Лишь они добиваются того, чтобы национальностям передать их судьбы в собственные руки. Лишь они разоблачили тех, кто начал мировую войну. Ведь они провозгласили те слова, которых не было еще сотворения мира в истории российского государства». Ум не панацея от ошибок. Политическая наивность сыгралась в неплохую шутку. «Для большевиков основным, не оставляющим места ни для чего, принципом был принцип классовый. Мы, — писал Ленин, — заботимся о самоопределении не народов и наций, а пролетариата в каждом народе». В этот период завороженной мировой пролетарской революции Султан Галиев вместе с Малануром Вахидовым сыграл едва ли не самую решающую роль в разгроме штата Идель-Урал. Инициаторами создания штата были лидеры татарского национального движения. Они не приняли разгон учредительного собрания и крайне настороженно относились к большевикам. Важный факт. Решение об учреждении штата Идель-Урал было принято демократически и легитимно в начале 1918 года на Втором Всероссийском мусульманском военном съезде. Предполагалось, что в штат должны были войти вся Уфимская губерния, часть Казанской, Симбирской, Самарской, Оренбургской, Пермской, Вятской губернии. Важно! Штат мыслился как равноправная часть, подчеркивая именно часть новой федеративной России. Власть в штате должна была быть организована на основе народовластия, то есть советов. То есть это тот принцип, на котором большевики пришли к власти. Зимой 1918 года по всей Казани были расклеены объявления, которые информировали граждан о том, что 1 марта 1918 года имеет быть торжественное прозглашение Идель-Уральской республики как федеративной части Российской Советской Рабочей Крестьянской Республики. Организаторы призывали. Граждане. Русские, чуваши, черемисы, евреи и другие народы. На нашем знамени написано «Братство народов». В этот исторический день подайте нам братскую руку. Однако эта идея не входила в планы большевиков, незадолго до этого разогнавших учредительное собрание. Во-первых, народные инициативы снизу. Во-вторых, воплощается не под их руководством, а под флагом классово-чуждых элементов. И этого допустить было никак нельзя. Ситуация в Казани сложилась крайне напряженная. Местные большевики, меньшинстве, на стороне идель ураловцев, большинство народа и татарские военные части, численностью около 60-80 тысяч штыков. Очень серьезная сила. Москва местным коммунистам помочь не в состоянии. Однако политическая реакция большевиков мгновенная. В противовес штату идель урал из центра присылается решение о создании татаро-башкирской республики. Пожалуйста, получите, получите и обсуждайте только вариант большевиков. Все это дезориентирует часть сторонников создания штата. Ослабляет решимость их лидеров. И тут казанские большевики идут ва-банк. Внезапно арестовывают инициаторов создания штата, перевербовав перед этим часть солдатских формирований. Кого-то убедив, кого-то запугав, роль в этом султана Галиева была едва ли не решающей. Именно он выступил с инициативы ареста. Он лично работал среди солдат. Аресты прошли в ночь на 1 марта. В городе начались волнения, поэтому вскоре арестованных пришлось выпустить. Однако султан Галиев добился своей цели. Процесс создания штата застопрился. В этой ситуации лидеры штата, в принципе не собиравшиеся воевать и желая избежать кровопролития, решают отказаться от вооруженного восстания против большевиков, объявивших себя единственной законной властью и не собирающихся считаться ни с какими жертвами. Чем руководствовался тогда султан Галиев? Видимо, понимал, что в случае поразглашения штата Идель-Урал и перехода на его сторону мусульманских частей большевики окажутся на грани поражения. Красной армии еще толком нет, а та, что есть, на Восточном фронте в значительной части состоит из татар и башкир. Колчак может прорвать фронт, а дальше недалеко и до возрождения империи. Империи, в которой нет места его чаяниям о равноправии народов. Эти доводы и последовавшие за ними события наглядно демонстрируют роль личности в истории. А если бы султан Галиев принял тогда другого решения? Никто сейчас уже не скажет, куда могла повернуть история всей страны. А между тем, татаро-башкирская республика, обещанная большевиками, так и не была создана. Ее проект утопили в бесконечных дискуссиях и согласованиях, а затем отменили. Что называется хозяева своего слова? Дали слово, и когда потребовалось, забрали его обратно. В августе 1918 года белогвардейцы, захватившие Казань, расстреляли Муланур и Вахитова. После его гибели султан Галиев назначается на важной должности. Он становится председателем Центрального мусульманского комиссариата по делам национальности, председателем Центральной мусульманской военной коллеги при Народном комиссариате по военным и морским делам, а чуть позднее главой Федерального земельного комитета. В его руках большая власть и влияние. В наркомнации он правая рука Сталина. Его доверенное лицо при решении многих деликатных политических вопросов. Благодаря очень активной работе и организаторским способностям, умению убеждать и переубеждать вести людей за собой, Султан Галиев за короткое время стал одним из ярких деятелей большевистской партии, лидером коммунистов из национальных регионов Татарстана, Башкирии, Крыма, Туркестана, Закавказья. Все в его карьере развивается по восходящей. Он любимец Сталина и вроде бы ничего не должно предвещать проблем. Однако совсем скоро его внутренние убеждения и мечты разбиваются о суровой реальности. И вместо того, чтобы как-то встроиться в общую линию, что посчитали для себя приемлемым многие коллеги по партии, он решает отстаивать свою позицию. В чем же заключались его разногласия со Стальным и большинством членов политбюро? Во-первых, Султан Галиев осмелился поддерживать связь с опальным лидером Башкирской республики Закивалиди. В 1920 году Закивалиди и Башкирский ревком подал в отставку из-за острого конфликта с ЦК партии. Башкир возмутил тогда факт нарушения Москвой договоренности, достигнутых ранее. А за год до этого, в 1919 году, Султан Галиев сумел уговорить Закивалиди перейти с башкирскими военными частями от Колчака на сторону Красной Армии. Адмирал Колчак, как известно, Республик народом России не обещал, был решительным сторонником вставления Российской империи. Пренебрежительное отношение к националам стало его стратегическим просчетом. Переход мусульманских частей татар и башкир на сторону Красных, обещавших создание самостоятельных республик в составе России, стал началом конца Колчаковской армии. И теперь Султан Галиев, чувствуя свое ответственность за судьбу Закивалиди, попытался повлиять на своего давнего приятеля. Начал переговоры, но Сталин и коллеги инициативу Султана Галиева не поддержали. Разошлись Султан Галиев со Сталином и в вопросе о борьбе с колониализмом и роли религии в революции. Султан Галиев доказывал, что у народов Востока очень мала доля рабочих. Поэтому освобождение от колонизаторов, англичан, французов и прочих буржуев возможно только в союзе со своей родной национальной буржуазией-феодалами. Это, конечно, выглядело в глазах ЦК крамолой, отступлением от классовых позиций. Еще одна крамола отношений Султан Галиева к исламу. В этой религии есть много законов, которые по своему существу носят вполне положительный характер, объяснила. Среди них такие позитивные черты, как обязательность просвещения, известность изречения пророка жажды и познания от колыбели до могилы, обязательность промышленности и труда, обязанность родителей воспитывать своих детей до совершеннолетия, отрицание суеверий, запрещение колдовства, азартных игр, роскоши, расточительности, злоупомношения, употребление спиртных напитков, взяточничество, а также установление прогрессивной налоговой системы и т.д. Все эти взгляды Султана Галиева также не получили поддержки у большинства членов ЦК партии, хотя было немало и тех, кто разделял его взгляд. Наиболее глубокий конфликт между Сталином и Султаном Галиевым разворачивается при обсуждении ключевого вопроса «Как создавать Советский Союз?» Султан Галиев категорически против разделения республик на старших и младших, так называемого проекта автономизации, усиленно проталкиваемого Сталиным. Султан Галиев заявляет об ошибочности принципов объединения республик в Единый Союз, предлагаемых Сталином, и особенно о несправедливости разделения советских республик на национальности, которые имеют право вхождения в Союзный ЦИК, и на национальности, которые не имеют этого права. Султан Галиев пытается убедить, что разделение на пасынков и на настоящих сыновей — большая ошибка. Ожесточенная полемика между Султаном Галиевым и Сталином развернулась на 12-м съезде партии. Султан Галиев заявил, что та постановка вопроса, которая предлагается товарищем Сталином, не разрешает национальный вопрос. Нельзя говорить, что эта национальность доросла до того, что ей можно предоставить автономию, а эта не доросла. Если мы будем так рассуждать, то до чего мы дойдем, спрашивает он. Сталин же, в свою очередь, обвинил Султан Галиева в национал-уклонизме. Что-что, а ярлыки будущий ворси умел навешивать. И заявил, что позиции Султана Галиева подрывает революционные объединительные движения. И вообще не идет дальше самолюбие некоторых предсобнаркомов, некоторых автономных республик, желающих прокричать эту самостоятельность. После этого публичного конфликта Сталин даже отказывается подавать руку своему оппоненту. Позицию Султана Галиева поддерживали многие коммунисты, в том числе и руководящие. Однако власть партии уже сосредотачивается в руках Сталина. Пока еще не вся, но значительная ее часть. Большинство делегатов 12-го съезда номенклатуры уже назначены на различные посты генсекам партии Сталина. Примечательно, что Султан Галиев отстаивал точку зрения, которой придерживался и Ленин. Вождь мирового пролетариата в декабре 1922 года написал в одной из своих статей. Видимо, вся эта затея автономизации в корне была неверна и несвоевременна. С Лениным Сталин в открытую бороться не решился. А вот на примере Султана Галиева показал, что ждет всех его настоящих и будущих оппонентов. В 1923 году Ленин уже изолирован от партийной работы. Его влияние стараниями так называемых соратников постепенно уменьшается, переписка цензурируется. Это время Сталин и выбирает для расправы над Султаном Галиевым. Незадолго до этого за Султаном Галиевым начинается слежка. Его телефонные разговоры прослушиваются. 4 мая 1923 года на парт коллеги ЦКК РКПБ Султан Галиев исключается из партии как антипартийный и антисоветский элемент. Снимается со всех постов. В этот же день он арестован органами ГПУ. Султан Галиева обвиняет в создании националистической организации, выступавшей якобы против руководства партии государства. ГПУ перехватило переписку Султана Галиева с руководителями татарии Башкирии и Крыма. В переписке обнаружили страшные преступления. Султан Галиев призывает руководителя автономии выступать на партийных собраниях с защитой своих позиций. Грехом стала также поддержка Султану Галиевым практики возрождения на Волге старинных татарских селений. Самыми тяжелыми стали обвинения в связи Султана Галиева с бывшим руководителем Башкирской республики Заки Валиди, который находился теперь в рядах так называемых басмачей в Средней Азии. Султан Галиев отвергает все обвинения, кроме контактов с Валиди, но объясняет их желанием доказать Валиди ошибочность его присоединения к басмаческому движению. Он оценивает Валиди как талантливого самородка, который, если бы мы не оттолкнули его от тебя, пишет он, был бы один из честнейших работников Коммунистической партии на Востоке. Но Сталин, конечно же, не выпускает его из цепких рук. Не для этого арестовали. И в июне 1923 года организует специальное расширенное совещание ЦК с участием руководителей из национальных республик. Ленина на совещании нет, он болен. Поэтому он присылает от себя супругу, Надежду Константину Крупскую. С разгромным докладом выступает председатель ЦК РКПБ Валериан Куйбышев. Название его доклада красноречивое об антипартийной и антигосударственной деятельности Султана Галиева. Это уже приговор. Приговор до всякого обсуждения. Султан Галиев и его сторонники, заявил Куйбышев, контрреволюционеры. Им не место в нашей партии. Нужно вычистить попутно с ним и все то, что за ним шло. С кем он сносился, с кем переписывался, кого он в будущем мыслил связать с басмаческим движением. Всех их надо немедленно автоматически выкинуть из партии. В заключительной части своего доклада Куйбышев зловеще заявил, «Данное совещание несет не мир, а меч». В то же время немало участников совещания не побоялись поддержать Султана Галиева. Среди них руководители и партработники из автономных и союзных республик. Частично поддержал его и легендарный командарм Красной армии Михаила Фрунзе. Но руководители партии Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин и другие солидаризируются со Сталином. И совещание заканчивается победой будущего вождя народов. Но Сталин еще не всесилен. Вскоре Султан Галиева освобождает их заключение. Агентурные донесения о его связях с басмаческим движением не подтвердились. Но в партии восстановиться ему не дают. Сталин обещает вернуться к вопросу о восстановлении спустя время, но обещания не выполняет. Последующая жизнь Султана Галиева – это постепенное затягивание удавки. Сталин то ослабляет ее, то натягивает. После исключения из партии Султан Галиев – нежелательная персона. Его не публикуют, не допускают к общественной работе. Чтобы не умереть с голоду, он нанимается рядовым работником охотсоюза. Репрессируются его родные, братья, дочери и сын. Погибает в лагере супруга. Всякий, кто решался как-то помочь отверженному, обвинялся в поддержке контрреволюционера. В 1928 году он вновь арестован, наряду со многими руководителями республик. Его обвиняют в создании контрреволюционной организации, в связи с троцкистами, попытке срыва коллективизации села, во многих других грехах. Из 76 привлеченных тогда к так называемому «делу лиц», 21 человек был осужден на смерть. 28 июля 1930 года Султан Галиев приговорен к расстрелу. Однако в январе 1931-го расстрел заменен 10 годами заключения. В лагере на Славках Арестан трудится конюхом. В 1934 году его освобождают досрочно в связи с ухудшением здоровья, но при этом разрешают жить только в Саратове. Собода продлилась недолго. В марте 1937 года он вновь арестован и этапирован в Казань. После пыток и Султан Галиева выбивают признание в том, что он является шпионом и агентом сразу трех иностранных разведок. Апофеозом страшного абсурда становится также признание в том, что он пытался организовать в Саратовской области диверсионный отряд из башхирских колхозников для свержения советской власти. В декабре 1939 года военные коллегии Верховного суда СССР приговорили его к расстрелу. 28 января 1940 года приговор был приведен в исполнение. Через 50 лет в 1990 году Мерсоид Султан Галиев полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Невиновен. Сегодня у нас в стране мало кто кроме историков помнит его имя. Но я думаю, что знать об этом оригинальном мыслителе и просто смелом и мужественном человеке нужно. В период революционных событий 1917 года и Гражданской войны он нес заметный вклад в историю нашей страны. Историю создания республики Татарстан. Сегодня, наверное, можно спорить, чем он был прав, чем ошибался. Нам сегодня все кажется виднее. Но он жил в свое время. Время, когда ответы на многие вопросы приходилось искать путем проб и ошибок. Порою ценой собственной жизни. Очевидно одно, без него наша история была бы другой. Спасибо за ваше внимание. Всего вам самого доброго. Буду признательна, если поставите лайки под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!